Друзья мои, сегодня, кажется, состоялось какое-то жуткое событие и все рухнуло. Давайте посмотрим, что произошло на фондовом рынке. И сейчас я решил посмотреть, что же произошло с моим портфелем 100 тысяч рублей, про который я так давно рассказывал. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня внезапно, ну, в общем сказать, фондовый рынок, он немножечко снижался, снижался. Вот сейчас вы видите индекс РТС и вдруг сегодня он грохнулся, причем грохнулся как-то неправдоподобно сильно. Так, вот, ну, если давайте посчитаем вот отсюда, сейчас я проведу линеечкой. Ну, короче говоря, на 8% упал, это ужасно. Вот, что случилось, я не знаю пока. Я смотрю на следующее, что с нефтью? С нефтью ничего особенного не происходит. Я смотрю, что с индексом S&P 500 ничего не происходит. Давайте посмотрим, что с долларом. А доллар резко взлетел. Что это значит? Это значит, что произошло нечто именно с Россией, а не в мировом масштабе. То есть в мировом масштабе все те же догладь, ничего особенного не произошло. Вот давайте посмотрим еще на индекс доллара, да, евро к доллару, ну, нет, это евро к рублю, рубль упал. DXY, ну, да, вырос немножечко доллар к мировым валютам, но как-то не так катастрофически. Вот, давайте посмотрим. Вот он, индекс RTS. Это уже, ну, сказать, здесь конкретно фьючерс, это индекс RTS приведен. Давайте посмотрим чешскую крону, кстати. Ух ты, как она упала к доллару. Вот, здорово, я ее сейчас буду покупать. Ну, собственно говоря, что я хочу сказать? Что, констатировать факт. Я сейчас прошерстил все каналы, телеграм-каналы, и так и не понял, что же случилось. Ну, наверное, мы об этом узнаем завтра или послезавтра. Но, судя по всему, идет какой-то масштабный сброс активов российских. И вывод за рубеж, что ведет к росту доллара и к падению, соответственно, курса акций. Я решил посмотреть, а как же отреагировал на это дело мой портфель 100 тысяч рублей, который я формировал. Я давно-давно к нему не возвращался, потому что, ну, как бы, я считаю, что самая лучшая стратегия, в принципе, это сбалансированный портфель, как меня учили, и, значит, 50% в рублях, 50% в долларах, я его сформировал. И, значит, и там, и там 40% в облигациях каких-то надежных или надежных активах, и 60% у меня в акциях, что в рублях, что в долларах. Ну, в долларах с облигациями там не очень сложилось, потому что на 100 тысяч рублей много не купишь. Там изначально было 135 тысяч рублей, поэтому там просто куплены, соответственно, сбалансированные какие-то фонды, в частности, БПИФ всепогодный. Вот, и, ну, давайте уже перейдем к самому портфелю. Вот сейчас вы видите, давайте посмотрим, вот, ну, я ввел данные с московской биржи. На текущий момент он составляет 109 тысяч 606 рублей в рублях. Так, и на валютной бирже, ну, здесь он почему-то у меня не перешел. Я сейчас покажу его на, вот он, на СПБ, мы видим, так сказать, и СПБ. Вот он, 539 долларов. Я ввел все эти данные в табличку, и здесь динамика просто. Ну, я давно, видите, 8 июня, последний раз смотрел, сейчас 22 ноября, сегодня. Я смотрю, значит, рублевая часть 150 тысяч 014, а, вернее, 109 тысяч 606 рублей. Вот она. Ну, здесь у меня скопировалась табличка, табличка пересчитала, 109 тысяч. Здесь немножечко меньше, пока 108 тысяч. Вот, и, в принципе, не так важно. И валютная часть 539 долларов. Давайте посмотрим, что с долларом. Доллар резко взлетел. Сейчас он 74, 80, уже 9. Вот, и я вношу эти данные вот сюда. 74, 97, а у нас здесь сколько? Как интересно. Ну, пусть будет 74, 89, это не думаю, что это так сильно повлияет. 89 вносим. 89. Понятно, что это плавает, естественно. Вот. Не сильно это повлияло. Там 300 рублей это не делает погоды. Посмотрите, 150 тысяч рублей общая сумма. Это если взять рублевую и долларовую часть и просто сложить их по текущему курсу доллара. Смотрите, что происходит. Рублевая часть упала, долларовая часть выросла. Все, ну, как бы сбалансировано и все хорошо. Ну, и, в общем-то, акции приносят доход, поэтому здесь были и дивиденды и прочее. И поэтому, поэтому вот что я внес на график. Ну, вот здесь вот у меня была точка, когда там последняя, 8 июня. Где-то здесь, наверное. И понеслась, значит, точка вот текущая. Ну, вы видите, что рост, если считать в рублях, если считать в долларах, есть рост. И вот прибыль, я посчитал, вот она. Вот это число делим на это число. Ну, и минус единицы умножить на 100. Переводим в проценты. Соответственно, получается 15% в рублях и 13,5% в долларах. Ну, рост в долларах очень даже неплохой. В рублях он похуже, конечно. Но, в принципе, я считаю, что для сбалансированного портфеля это совсем неплохо. 15,10. И это не годовых, это на текущий момент, потому что год еще не закончился, и впереди еще выплата дивидендов. Дивиденды обещают быть неплохими. Сегодня объявили, что ГМК Норникель собирается платить дивиденды из расчета 7% годовых на акции. И я делаю вывод, что мой портфель 100 тысяч рублей, о котором я так много рассказывал, в принципе, сбалансирован правильно. И вы можете посмотреть весь этот плейлист «Портфель 100 тысяч рублей», он абсолютно в открытом доступе, как формировать этот портфель. Ну, а для тех, кто не хочет сам формировать этот портфель, я создал такую, ну, простецкую какую-то штуку. Если вы хотите его повторять, то, пожалуйста, повторяйте. Ну, это будет стоить там всего-то 1000 рублей за весь срок. Я могу сказать, что я считаю, что вот этот вот сам принцип, сам подход «Портфель 100 тысяч рублей», он, ну, лучше из того, что есть у меня на самом деле. И это лучшее я предлагаю вам просто вот, ну, бесплатно я дарю, пользуйтесь. Если вы, я доволен, например, я считаю, что это вот мой самый лучший проект, потому что трейдинг, он всегда сопряжен с рисками, здесь риски минимизированы. Смотрите, есть половина в рублях, половина в долларах, с долларами плохо, рублей растут, с рублями плохо, в долларах растет. Так что, очень хорошая штука, как показывает опыт, поэтому, друзья мои, создавайте сбалансированные портфели и смотрите «Портфель 100 тысяч рублей». На сегодня все, поставьте, пожалуйста, лайк, подписка и до встречи. Ну, наверное, я более детально расскажу о портфеле 100 тысяч рублей, проанализирую его, так сказать, по отраслям и что такое. В другой раз на сегодня все. Спасибо. До встречи. С вами был Демятков Юрий.